Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Светитель, очи наш, никого, и моли Бога у нас! Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа! Аминь! 6 декабря. Святитель Максим, преемник киевского митрополита Кирилла III, 1243-80 годы. Родом грек. Прибыл на Русь, страждущую по татарским языкам, сани митрополита в 1283 году. Святитель полагал остановиться в Киеве, но от грабительских набегов татар город совершенно опустел. Митрополит Максим удалился в Брянск, а оттуда в Суздаль. Во время посещения Южной Руси на Волыне, святителя встречал игумен Радского монастыря, святитель Петр, будущий преемник митрополита. В 1295 году во Владимире святитель не извелся в епископской кафедре Якова и посвятил Симона. В это тяжелое время Великокняжеский престол находился то во Владимире, то в Переяславле, то в Твере. Опасаясь обидеть южных русских князей своим переселением на север, святитель в горячих молитвах обращался к Божьей Матери и был удостоен внушения Пресвятой Богородицы, которая указала на Владимир как место его пребывания. В 1299 году митрополит Максим переселился во Владимир, а в следующем году в Новгороде посвятил его епископа святого феоптиста. В 1301 году митрополит Максим прибыл в Константинополь на Патриарший собор, где по воле святителя сарайский епископ Феогност предложил для решения вопрос о нуждах русской церкви. Заботясь об укреплении сил порабощенной Руси, святитель убеждал московского князя Юрия Даниловича примириться с тверским князем Михаилом Ярославовичем и не советовал Юрию ехать в Орду для получения великокняжеского престола. В 1304 году святитель во Владимире посадил на великокняжеский престол святого благоверного князя тверского Михаила Ярославовича. Подавая всем пример высокодуховной жизни, митрополит Максим неустанно заботился о духовном возрастании своего словесного стада. Так святитель установил правила о постах, назначив кроме великого поста апостольские, успенские, рождественские посты, и определил, когда разрешается пост среды и пятка. До XIV века на Руси не соблюдали поста в преполовении и отдании Пасхи. Особым попечением святого митрополита было утверждение законного брака. «Пишу я о том за тем, чтобы вы, чадо мои, рожденные в купеле, новосвященные, принимали жена в Святой Соборной Апостольской Церкви, жена для спасения человеческого. Если же держите их в блуде без венчания, что за помощь тебе? Нет, упрашивай и понуждай их, пусть старые или молодые они венчаются в церкви». Представился святитель 6 декабря 1305 года. Тело его было погребено в Успенском Владимирском соборе. Над местом погребения святителя была устроена позолоченная сень, на которой было написано золотыми буквами «Максим, Грек, Священ, Бе». В лето бытия мира 6791-е от Рождества Христова в 1283-е. В Киеве приеде, часто же ради нахождения татарского, переселись из Киева в Великороссийский град Владимир, пас церковь Христова Максим 23 года, представился в лето бытия мира 6812-е. На стене над гробом святого была поставлена Максимовская икона Божьей Матери, написанная в 1299 году по ведению митрополиту Максиму. Надпись об этом ведении была укреплена на лицевой стороне гробницы. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.